Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это начало очередного ФФА-сериала в Сидмерс Цивилизейшн 6, в котором я буду играть за Японию. Правила у нас традиционные, вы их видите у себя на экране. Единственное небольшое изменение. Отключена военная победа. Это для того, чтобы в демографии не была видна сила армии, и игроки больше использовали шпионов, караваны и прочее, чтобы понимать, насколько соперники сильны. А возраст мира поставлен новый мир. Это чтобы у всех были какие-нибудь холмы или горы, а не только у избранных игроков. Партия на самом деле получилась не очень длинной, но я должен ее показать, прежде чем сделать видео, поясняющее некоторые моменты, аспекты сетевой игры, чтобы вот на этой партии было более наглядно. Так что приятного вам просмотра, и не забывайте, что в комментариях запрещены бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. Ну что ж, начинаем нашу игру. Япония. Неплохая нация во всех смыслах. Единственное, может мне вот сюда чуть пониже встать. С другой стороны, тут уже сразу есть производство. Новый мир, поэтому холмы должны быть у всех. Ну что глянуть, тут есть горы, я смотрю. Я бы, честно говоря, не уходил своим поселенцам отсюда и, наверное, ставил бы город тут сразу. О, и тут еда еще есть. Давайте сразу эту клетку обрабатывать. Ну и буду в поселенце, ну, на поселенце оставлять. Буду тут устроить. Загрузились у меня до сих пор, Вильгиммина. Я загрузился. Я загрузился. Ну что, наверное... Шахта одна. Ну, в любом случае, горное дело пока пойдем. Потом, видимо, надо будет тут шахту сделать, потом здесь ферму, тут животноводство. Так что, знаете, горное дело, животноводство, гончарное, потом орошение. Вот так. Пойдем. Все, заканчиваем ход. Нет тебе прощения. Так, ну-то, оставляю эти производства на... Не, пусть чуть-чуть вспомнил. Ну, понятно, что Индонезию на море спаунит. Но... Панги вспоминаю. Как-то немного у меня шалмов для нового мира. Есть какой-то вытянутый отросток. О, там варвары уже носятся. Пока вот здесь, например. Ну, здесь вот, по-моему, хуже. Место. Давайте я в ту сторону пойду. Посмотреть. Пусть надо второй город хороший ставить. А мне не очень тут место нравится, откровенно. Тут, да. Ну, вообще, хорошо, что у меня вот прям три реки в разные стороны ведет. Тут я, как минимум, три города могу нормально ставить на реках. То есть, будет какое-то... Будет жилье. Города будут расти. Есть сразу ресурс роскоши, который можно сразу обработать прямо. Это очень-очень неплохо. Пантеон. Ну, вот тут холмы хотя бы есть. Раз, два, три. Вот, например, вот на этом лугу поставить город. Так, ну, начинаем. Поселенцы. Два хода всего. А так, тоже два хода. Отлично. Будем здесь, значит. Ну, и город через пять. Ну, правда, он не вырастет, потому что поселенец появится. Но, в принципе, производство есть. Ну, хотя, у всех остальных тоже должно быть, потому что, опять же, мы на новом мире играем. То есть, у всех есть холмы и производство какое-то. Да, наверное, вот сюда будет. Надо вниз везти город ставить. Вон, тем более, между горами. То есть, если там кто-то есть, будет защита. Блин, ну, уже не особо тут производство, на самом деле. Горное дело открыли. Я не думаю, что у меня тут прям такое офигительное место, исходя из того, что мы на новом мире играем. С какой стороны? Вон, есть еще лошади есть, например. То есть, как минимум, со всадниками не должно быть проблем. Дотворим еще, что с железом будет. Но, в принципе, пока все неплохо. Есть поселенец. Ну, тут вроде такое ничего, место. Так, давайте думать. Я, наверное, все-таки вот тут поставлю. Не, не около горы, то есть, чтобы побольше клеток город обрабатывал. Здесь буду ставить город. Нормально. Так, теперь строителя делаем. Четыре хода. Там опять поселенца. А сколько стоит купить скаута от монет? Я думаю, что я, наверное, куплю. То есть, два хода. Ну, что куплю скаута. Я думаю, тут тоже горы. Вот тут кампус будет офигительный. Плюс три. Главное, чтобы никто не прибежал. Мы у нас сегодня забанены? О. Нет, нет. Почему? Евроамерика. Ну, что там стандартный великозный бан. Очень забанено. Как континент нашел, переспросил. Евроамерика. Не написал. Я не хотела количество символов. Давайте. Фигово, когда не хватает. Давайте пока международную торговлю будем открывать. Потом, может быть, вдвойной опыт для. Дайте пока против варваров поставим. Что расписать? У меня разведчиков нету. Кто антиохи нашел, признавайтесь. Антиох. Ммм. Имеет ли смысл идти дальше разведывать или лучше возвращать уже дуболом? Я думаю, что лучше возвращать. Потому что я сюда пока города точно не буду ставить. Даже везти не буду. А вот тут ходить надо. Ну, а тут отлично. Тут еще и ресурс роскоши. Еще один есть. Янтарик. Кстати, сразу будет. Я его сразу буду обрабатывать. И сразу буду культуру получать. Очень неплохо. О, тут есть проход. Блин, вот тут какой был бы кампус соседительный. Ну, так как тут янтарь, который не убрать. Ну, кстати, можно еще тут посмотреть. Вдруг там. То есть тут плюс три кампус. А вот тут плюс четыре кампус. Представляете? Плюс четыре просто. Так, давайте прыгну сюда. Я, наверное, туда город пойду. В ту сторону ставить. Сразу поселенца. Давайте нефрит обрабатывать. Еще река извиваю. Мед. Мне хорошо, что у меня реки есть. Качечка, как там у тебя с реками? Нормально все? Да, три реки есть. Плохо. Не переживай. Так, придется тут купить клетку. Буду счастье получить и ускорить. Так, 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 так. Интересно, а сколько будет стоить торговец? Я бы, конечно, лучше торговца купил, скорее, чем разведы. С другой стороны, города-государства стоило бы понаходить. Инвентарь хорошая штука. И тут и вино отлично дает производство. Давайте глянем, кто поставил города. Так, я, походу, первый, кто второй город поставил. Больше никто город не поставил. Видите, 9, а у меня 14. У всех 9, 8, 9, 10, 9, 8. Я первый, кто поставил второй город. Понятно. Вы, сэр, очень рядом, я так подозреваю. Ну, не знаю. Не знаешь. А может, и не рядом, пусть ты сказал прокаченный. Так, стоит ли мне... Приветствую. Сниженницу обрывать или пойти лучше лошадей обработать. Привет, хантом. Знаете, зачем лошадей лучше? Вот, мигурин лука поставил второй город. Что там не подсказывает, что у Нидерландовых научная лягачка? Что именно тебе такое? Наводку дало. 5,3. Один город. Да, есть такая. Ну, все, выносим. Я предлагаю объединяться и выносить уже качечку, потому что... Видите, вылетает человек. Причем он говорил, у него там 4 или 5 клеток под его уникальное улучшение. Да, давайте. Да, три реки, три реки для Голландии. Это все. Это все. Злые. Даже не звоночек, колокол. О, я ищу кого-то нашел. Слушай, я под оазис город-то поставлю, я так понимаю. Так, надо еще пойти, будешь против, араб. По лояльности смотреть. Под оазис, где престиж еще что? Городов тут не вижу, наверное, там снизу за горами. Ну, чудес не видно. Ну, опять же, вот проблема начала игры без разведки. Там мавляки приедут в порядок, наверное. Это пропуск хороших мест вполне возможный. Клеток 10-15. Так, сколько стоит купить торговца? 85. О, куплю торговца лучше, надо подержать. Если нет, слишком далеко. Так, и вот и какой хочет. Что из стадов пшеницы. Я думаю, с тобой вообще подружимся. Я думаю, тоже. Собственно, у него там большая не гонит. Это тоже твой первый город, да? Да. Привет. Поляков, ты вот. Это очень печальное известие. Ну, что, сюда надо бы сказать, что тачушка меня где-то с этой стороны нашел. Блин, а куда мне теперь город ставится? Ты на моей реке, Леш? Это ты на моей реке. Вот, блин. Так, мастерство. Потихоньку начнем открывать. Надо, видимо, что-то... Давайте, наверное, колесо, что ли, откроем. Если нам придется с Голландией воевать. Куда ты хочешь поставить город? Безиня туда, куда я хочу, будет слишком близко. Ну, я в левом случае был третий ход. Ну, ёпта-ю мать. Что ты ругаешься? Параблю ты. Короче, понятно. А что случилось? На хера? Зачем? Что, вам бит? Да, а зачем? Поселок потерял. А зачем? Что зачем? Зачем ты это сделал? Бесплатно поселок, без чего стоит там просто. Ну, решил взять тебя. Бесплатный поселок. Вижу воина. Удаляю, короче, посла, чтобы не вернул. Стратегия. Хорошо. Качечка, я готов с тобой дружить. Я тоже готов с тобой дружить. Я вот тут город ставлю. Не хочешь уже, я влево селиться буду. Подараба. Вот тут ты видишь, да, метку? Может, даже на вино поставить, если хочешь. Что на вино лучше, я просто там не совсем видел дальше. Нет, там вообще ничего нет, просто ты холм портишь. А тут холм под джунглями? Да. А вы знали, что максимум производства прямо на город? Или город стоит Петрия, не было? Что? Ну, типа город ставишь. Именно так, какие детки на котором городе, где когда на холме ставишь 2, производство. Ну. Аси на шланах ставишь, который на холме, это К3. Как ресурсы. А ресурсы же не пропадает никуда. Нет, а редкие ресурсы не попадают. Все, короче. Испортили игру качечки, да? Даже причины не было, я же даже не под него шел. Блин, я думал, как бы мне поставить сюда ставил. Но он взял так, мне не может быть еще. Не спешить тогда, что мне хочется сверху поставить город больше, чем туда. Да, тут не такая уж прям офигительная территория. Что ж, видишь, я метку поставил справа от твоего какого-то города? Да, вижу. Как бессмысленная карточка тут. Там вот распределим наши по этой реке, наши зоны. Я тебе куплю. Ну вот я город справа от камня, прям под твоей меткой собираюсь ставить. Друг Араб, я вот хочу спросить, ты планировал вообще как-нибудь выигрывать в игре? Да. И как ты считаешь, когда ты удаляешь у своего ближайшего соседа-поселенца, как он с тобой будет дружить, может, воевать будет с тобой? Ты не думал об этом? Я дружить не люблю. Ты не думал об этом, что я вот начну мстить, и в конечном итоге Халецкий меня и тебя захватит? Так он еще и удалил поселенца, то и себе даже не забрал. Да, он просто удалил. Там воин стоял. А в чем прикол? Внимательно слушаем гайды от Хачечка. Я думал себе забрал. Я должен их обоих выносить. Нет, я не мог там через город, надо было пройти его столицу. Так, то есть, Хачечка, гайд у тебя сейчас такой. Я должен вас двоих выносить, да? Ну, я буду в него упарываться, выходи в юнит и забирая бои. Я играю как Качечка, говорит. Я не могу по-другому. То есть, получил это разрешение на вармургенство, да? На вармургенство, да? На гудморнингство, да. Да, да, да. Боже, араб меня нашел. Араб, я тут тоже веду поселенца. Только моего не захватывай. Нет. Ага. Лараб, минус два. Потом два на одного, короче, вынесут. Ну, другого я бы не ожидал. Качечка злопамятная. Он просто это, в дуэли переиграл. Там реально посел решал. Вот. А тут что-то как-то по-другому. Демец, короче, там где ты поставил, нормально слева. Просто 10-10. Четыре хода. Нет, надо купить эту клетку. Только она стоит 25. В трех. В трех. Окей, давай только твой разведчик дальше не пойдет. А то там поселенец идет. Тут их убивают, говорят. Может, тоже бы заключить, если хочешь. Я просто разведу. О, нормально. Что начинается? Это с танитрелем все нормально было, да? Да, это вот он. Это классика. У нас с качечкой будет все норм. Значит, колесо мне не надо пока открывать. Давайте орошень или письменность может. Давайте письменность. Давайте пойдем пока в деньги вообще. Потому что пока вот это у меня не ускорено. Так, давайте глянем, что тут город у меня обрабатывает. Все правильно. Все правильно. В Киото. Наверное, надо прачников. Жалко, что без... Без карточки пока. Ладно. Давайте так. Постою, подожду. Мне надо купить эту клетку и быстрее мастерство открыть. То есть, три клетки и мастерство открыть. А, блин, еще... По-моему, даже не хватит на открытие мастерства. Как бы так сделать, чтобы я никого не встретил? Да, правда, тут варваров нету никаких. Кстати, я ни одной руинки не нашел, между прочим. Корабли, тебе предложение кину. Ну, я к тому, что, блин, он там на посилов нападает. Он может мне еще рабочего на моего напасть. Ну, его нафиг. Ну, тут все равно получше место, чем здесь. По-моему мнению. Хотя бы какое-то производство есть. Вон там бананы на три. Но я не скажу, что у меня прям супер места. Откровенно. Что-то я подзабыл. Если я шахту строю в шестой циве на месте леса, лес же не уничтожается, да? То есть, будет и шахта, и лес? Нет. Надо все рубить сначала. Серьезно? И то же самое касается тропического леса, да? Да. Блин. Да не очень, конечно. Поляк, я не знаю, как остальным. Меня тебя практически не слышно. Накручи его. Я ничего важного не говорил. Ммм, что еще? Вообще, надо, конечно, раннюю империю открывать. И еще начинать поселенцев дальше фигачить. Собственно. Так что, давайте еще два хода прачника откроем. Сделаем. Ставим карточку и начинаем в киот. Блин. С другой стороны, это, конечно, лучше делать под магнусом, прокаченным на первое... На этого... На снабжение. Здесь строительный. Так, что у нас с городами? 17, 19, 15, 22. Походу... Я опять же и не могу. Хачка беднягой. Кто еще с одним городом? Так, пантеон. Вопрос, конечно, какой пантеон брать? Ммм... Давайте я тут тоже прачника сделаю. Раз вырублю на него... Блин, хотелось бы вырубить на кампус больше. Интересно, тут закончится у меня хоть есть... Нет, все. Почему я сюда становлюсь? Потому что через речку атака для дуболома будет... Ну, он штраф будет получать за атаку. Ну, вон где голландец. Ясненько. Так, ну и какой пантеон брать? Можно на пастбище, конечно. Раз, два, три... Четыре, пять... Шесть. Можно на... Шахты от ресурсов, кстати. Еще... Вариант неплохой. Остался он еще. У Леши культурная гагачка. Да, я знаю. Вот, давайте Вера от рудников... Вот это я возьму. Ну, как видите, нет у меня культурной ггшки. Это у меня просто культура от... Ну, я их не буду разубеждать. Пускай, думаю, что культурная ггшка... Искать ее усиленно. Так, ранненький... Ой, видите, культура пошла. Ой, культура. Вера пошла сколько. Даже без религии Вера... Это неплохое вложение. Так, меняем. Здесь ставим усиленцев. Тут ставим... А ничего не ставим. Пока оставляем плюс пять против варваров. Давайте мастерство откроем. Пойдем дальше. В автократию. Так, ну и что? Куда тут посмотреть? Тут посмотрим. Поселенец. Здесь прачник. Давайте, наверное, монумент. Блин, кампус лучше. Плюс... Давайте кампус. Тут очень неплохо кампус встанет. Армия, в принципе, есть. За семь ходов. Тем более, я тут вырубаю. Пятничка. 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 Так. Пострадать от... Человека. Забрали. Забрали. Ну, вот тут город отличный на реке встанет. Здесь, конечно. Нормально. Тут еще река. Посмотрим, как идет. В принципе, для расселения у меня все очень неплохо. Мне пока нравится. Прокачиваем открытие лучников. Так, пойдем здесь вырубим тропический лес как раз на кампус. И ни одной руины не найдено. Кстати. Качечка, раб где-то слева от тебя? Туда, да? Я не знаю, где он. А как ты на него нападать будешь? Никак. Стелс. О, ты же обещал, что нападать на него будешь. Я хочу, чтобы вы воевали. Арабские технологии. Всему в свое время. Так, еда, производство. Еда, производство. Давайте, наверное, так сделаем. 4,4, да. Здесь что? Здесь, наверное, 3,5. 3,7, да. Так, оставим. Здесь все. Правильно. Эх, вот тут, конечно, был бы офигительный кампус на плюс 5, но... Из-за ресурса нет. Тут тоже, видите, кампус можно будет на плюс 4 ставить. Ну, нормально. Еще лошади. В общем, надо сюда сейчас везти. Потому что я, конечно, могу долго ждать возможности поселиться. Но Качечка в любой момент может пойти сюда город ставить. Ему не стоит затягивать с этим делом. Катя, хороший пантеон взял. Наверное, пастбища от лошадей тоже было бы неплохо. Но мне интересно сейчас попробовать и веру. Ну, тут вообще много религиозных наций. Я думаю, что там на пророку уже кто-то что-то... Нет, ничего никто не делает. Кстати, кампус первый. Жоржа, так сколько тебе в итоге дали за проект? 21 где-то. Может, чуть меньше. Наверное, меньше, потому что у тебя было 3 хода 2 назад. Или 20, или 19. Ну, где-то так. Крутся варвары к нам. Немец, у тебя сверху есть какие-то земли? Ну, еще один континент. Сверху там море. Ну, интересно. Интересная пангея. Где? Подо мной где-то. Офигенно. Надо мной, надо мной. Ты где? Далеко от тебя. Если араб между нами, он скорее всего нет. Ученичество ускорено. Но он поленку пробежал, не открыл. Ну, не может быть сверху. Слева от меня, где-то на побережье. Не понял я, что сейчас ускорилось. Он сверху от меня. Я не знаю, где ты. Мне вот эта информация... А зачем я поставил? Я говорю, араб где-то, я думаю, он возле поленки. Но он ее не нашел, просто я туда пошел. Слышу, вы обманули меня, да, с лесами? Почему? Ну, а зачем их? То есть я вот на одном вырубил лес, а на другом нет. Ну, какой у тебя, может, один желтый холм, а один зеленый? Причем тут наличие холмов, я не очень понимаю. Ты спрашиваешь, если шахта строится на лесу, лес удаляется, лес удаляется. Лес это одно производство. Не удалился у меня лес. Какой лес туда-сюда? Нет, тропический, по-моему. Тропический одно не додает. Ладно. Это простое одно производство. Я навожу на клетку, остался лес. А что ты на нем построил? Шахту. Если там люкс был, то... Люкс, естественно, я про люкс. Нет, тогда остается. Да блин, я же спрашиваю. Люкс, в лесу. Ты сказал шахту, Лёш. Просто шахту на холме, я сказал? Да, да, просто шахту. Зря лес тут вырубил. Больше у тебя ГГшки есть там где-нибудь? Не, ни одной нету. А у тебя? Есть одна. У меня только варвары. У меня тоже. Коней спамят, короче. А, так ты вообще близко? Не знаю. Ну вот, варвары очень битые, это что, для тебя, да? Не знаю. Я убежу через секунду. Я вижу границы, но я не верю, что это ты. Ой. Что такое? Уже можно переключить. Сюда Э. Происходит. О, норм. То есть, наверное, строители. Военники, это сто пудов в этот построек. Мамлики, кто-то араб-араб, да? Возможно, можешь. Да, араб устроил военник. А меня просто не открытает, я не знаю. Ну, ты наводишь туда, и там написано Сандра. Блин, надо отменить пока трудовую повинность, потому что... Сейчас дострою... Бля, что-то уже такое. Построю... Кампус, и оно ускорится. Надо было, на один... Один ход потерял тут. Вообще ни одного города государства не нашел. Вообще ни одного. Ух ты. Че, шоколадка. Так, ну тут... Более-менее понятно. По-шестом ходит, что так интересно. Мне нужно золотой деревень. Потому что я... Слишком много всего... Ну, тут еще территории куча. Здесь эта река как-то подальше идет. Глянем. Ну, вот тут, видите, как минимум, река. Блин. Ну, тут вот ниже можно будет город поставить. Туда, видимо, город становится. Нормально. Так, они вдвойне, я надеюсь, да? Че, тут с этой стороны кто-то должен быть, по идее. Поляк, убей метку, пожалуйста. Так, у меня магнус должен быть... Офа. Блин, у меня уже он был, зел мое. Вот, то, что сообщений не идет о великих веках, да я вообще... Еще и раннюю империю, когда я открыл. Блин. Давным-давно надо было магнусом назначать. Ну, это я тронец. Круто. Великолепный кампус. Ну, что, ты уже не выходишь, да? А, ты пытаешься построить стон-хен, чтобы в золотой выйти? Я еще кампус застрою. Кампус первый. У меня, кстати, должен три давать, да? Так. Я сейчас еще лагерь варевро тоже успеет собрать. Блин, конь. Вот это плохо. Ну, блин, лагерь. По идее, должен быть. Я вот думаю, Качечка, брать мне этот лагерь, не брать. Хочешь. Она, она, три, три очка же дает, да? Да. Может, тебя еще найдет кто-то за два хода. Я, ну, собирался тут стоять, а жду до 31. Знаешь, я не буду брать. Нужен тебе, бери. У меня еще три очка, но там арка, вот это в пустыне есть. Я не хочу ее открывать. Еще и арка в пустыне есть. Там есть, да, наверху. Я вижу клеточку, но не открыли еще. Пошли производство делать. Кстати, я нашел араба вроде. Кампус готов. Вселенцы. А, это озеро. Блин, тогда у меня тут не влазит. Тогда город надо на... Действительно, как говорил Качечка, на... На вине ставить. Так. Давайте орошение открывать и обрабатывать винище. Винище. Артур, значит, опять... Вселенцы. Поляк, а ты вот оттуда снизу прачником пришел. Там где-то лагерь есть варварский? Ой, блин. Нет. Есть один лагерь. Нет, да он далеко. Тысяча километров. 5 лет, а которого... Города от границ. Ну, справа снизу, у вас, где антиохи, ты миша, да? Нет, на антиохи, вот там... Над рекой антиохи, где пересекались там. Береги, короче. Я там даже... Я там даже не вижу ничего. Я вижу варваров, которые тут дойдут. Сколько тут исхода? Мне кажется, меня протокует этот... Это копье. Забыл включить немного записи. Ну, тут немного чего происходило на самом деле. Вообще ничего не происходило. Может, в Синдай отправить? Это уж эти пранки. Пусть так же пройдет, да, пускай будет. Еда дополнительная. Все застроил. Араб, ну как так-то? Врубать собираюсь я. А, военная победа отключена. Хотел армию посмотреть, да? Да. Не, ну у него она там есть. Фигаррит. Ты же сам голосовал за отключение. Да. Так, ну я тут стою с домом. Этот город пойдет, этот у меня сюда идет. И этот последний день. Но там все занялись не гадать, когда не знаешь. Я просто что-то и забыл, что так можно. Четыре забыли, что без побед. Когда не видно армию, так сильно реалистично. Неизвестный счет. Купил, блин, опять. Вот это... Ну, как бы... Случайные нажатия в шоке, просто трындец. Неизвестно, чего у соперников сложно с вами. Тяжелее нападать. Что это надо делать? Да. При этом всегда надо армию смогу держать, потому что неизвестно, что там у других. С халтера тяжелее не получится. Узнают, что у тебя нет армии. Как они узнают, что у тебя нет армии? А, так в том-то и дело, в других хотят проверить. Армия остается, там, две секунды. Два леса вырубил, те армия. Ну, смотря как у армии пришли проверять. Давайте, блин. Ну, давай. Давайте пока олигархию все-таки. И сюда. Ну, это пока мне не надо. Давайте, может, пока... Япония, сделка. Проителей. Или производ... Давайте производство. Блин, у Германии соляной старт. Нет. Как же так? Германия, а в чем соль? Соль есть, холмов нет. Толку-то. Как нет холмов? Так, сама гора вокруг палата. По-моему, на новом мире. Германия. В Германии, на новом мире нет холмов. Это что-то вообще. А под столицей Тунда. Он под Россию прячется. Блин, не успел. Под Россию не прячься. О, железо еще. У меня есть такое серьезное подозрение, что я на острове. Прикольно. Может, может, да, бывает такое. Такие гранит. Ну-ка. Китай. Твое, видимо. Привет. Сейчас найдемся. Скажите, как Китай? Китай должен был быть у... Качечки. Китай. Секунду. Белый, зеленый или какие-то такие границы. Это че? Желто-зеленый это араб. А желто-зеленый. Пусть плохо идут. Белый, зеленый. Ташки-тай. Я подумал, что это он. Блин, сейчас там варвары попрут. Очень нехорошо. Блин, вот тут будет раз, два, три, четыре, пять. Кампус на плюс пять. Как вам? Так, все, поселенцев мне достаточно, да? Давайте правительственную площадь. Ну и где ее ставить? Блин. Блин. Видимо, вот тут придется это все вырубать. Лошадей только нельзя будет вырубить. Тогда давайте строителя пока. Я опять не успеваю взять культуру. Нажмите, пожалуйста, в начале хода на паузу буквально на минутку. Окей, я нажму. Отойти надо. Ну, раб, конечно, конкретно вложился, и военник построил и юнитов наштамповал. А раб где, возле Антиосени? Нет, раб южнее Поленки. Поленки я пока не нашел. Где-то далеко от нас с тобой, друг. Меня просто смущает, что я разведчиком возле твоего Кракова встретил раба. Ты его разведчик, когда ты пришел, но он, я на ней где-то здесь, потому что надо мной японец, а раб от меня и донозит. Араб вышел в нормальный век, как у него же было четыре очка. Ты не пошел. Очень странно. Ты все равно что-то на меня напал. Выходил в темный, как обычно, и нашел чудо. Замечательно. Мне кажется, в темный вообще очень сложно ходить на нормальном балансном старте. Если хороший старт, типа попадается тебе. Ну, ты просто не забираешь лагеря, и не особо, типа, далеко ходишь. Нашел свое место по три города. Я 11 собрал, хотя бы я один лагерь забрал, да. Вот о чем я говорю. Я не мог их не забирать, потому что они прям гнобили меня. Ну, у меня похоже, я прям один был от столицы в трех клетках. Купил бы третью клетку, ты потратил бы 60 монет, получил взамен 50 и отсутствие лагерь. что зато вспомнился один есть там 34 нет да ты покупаешь лагерь клетку с лагерем и там юнит из вас от 3 или 4 с копейчиком да у меня два вспомнилась вот копейщик остается и один юнит спавниц 11 21 у меня так что так случилось буквально пару ходов назад появился пранщик и разведчик не считается вообще он сказал что развед считается короче не важно конечно возможно развед был просто не открылась территория идея не видел может разве постоял как я тебе его найду тут варвары я не могу туда пройти а ты получается слева сверху от лёша я слева от лёши на вот слева от него тебя скоро найду мы с тобой будем друзья уже на женя только один враг один враг в этой игре это араб который запорол правительственную площадь зато он повышил повышение на обмане а как связано запор это править извините вернулся он за правительственную площадь из-за домика в ней дают по титулу губернатора и возможно он аммани купил за тут на лукат тут немец да ази привет смотрите так рабочего сделали надо вот тут вырубить может еще одного рабочего а сколько у меня юнитов 3 прачника воин может давайте война еще одного нас я будешь мир я предлагаю арабу мир не давать у нас всех кидается как хомячу пусть теперь сидит системе в войне добавим что мы можем сделать да надо как-то учить просто так рассказать мир не работает так давайте дальше куда мы пойдем давайте пока исторические хроники здесь ученичество а где вавилон скажите вот так вот а хотели информации ну слушайте вот тут седьмой горный прям красиво все будет стоять так выносить поскольку что думаю что на доме есть кто на ранее не читаю наури я потом куплю лучше клетку да чтобы этот кампус поставил на карту что я первый нашел континент не дали 4 очка вообще никого не так не комфортно когда не видишь мне надо кампус наверно строить уже токио кампус тоже будет вот вы же ближе 3 как раз зашибись под поленку на забирать будет достроить доме вроде зал приема фигарь раб чет такой злой не знаю смысл этого понимаешь нас тут восемь человек ты можешь попытаться он просто в дуэльке привык играть и и вот дуэльках то стратегия нормально фуфлажка немножко уж не работает слула совсем вы можете кстати сделать так что сандр тебе будут деньги за поселенца и вы померитесь или тебя там не устроить ну в смысле деньги я там потерял ты понимаешь да понимаю ты его еще больше потеряешь дачечка спасибо можешь метку убирать я был нет там еще я знаю кто где был да я пока оставлю свою да я пока оставлю свою что террические хроники ускорятся так тут сейчас попрут варвары на меня поэтому я сюда и введу дуболомов здесь я возьму чтоб плюс один был ну вот надо плантацию поставить это же ее дополнительные все-таки тут горы блин таки еще тут могу какой-то город поставить еще один проект что-то прочитал или это накапало причем еще они охренеть чем одежды стакать золото было в минусах у тебя сейчас плюс 10 я видел нет тогда же было юнит поступает ну я не знаю он сумасшедший дуэлька дуэлька пришел чем пришел чем мечниками одна лошадка что значит одна лошадка ресурс деньги купить нужно одна лошадь мне нужно у тебя две лошади дай мне одну лошадь пожалуйста предложи хочешь и я дам под конец хода вот сандро давай тут у нас как бы не принято двойные ходы ты вообще читал правила группы это ты это ты по мне достал да со своими а сейчас будет последний гранили купли я ты давай как то соблюдай правила что которые где написано что нельзя мангерить мангерить можно конец хода двойной ход считай что ты в конце хода ходит но сразу в начале 2 секунд за 10 до конца ну и так у него там юнитом не было и что все равно он может как-то отреагировать на то что ты действуешь а если ты конец хода можно не может ничего сделать ты получаешь двойной ход ну тут вообще наверное немного будет спамиться этих юнитов ладно мне еще 20 ходов до героического века должен по идее успеть в него выйти и считаешь ты вот четырьмя мечниками можешь меня убить вот верит моешь генерал честен нет без генерала идет к где то есть он подъедет лёша ты считаешь три города в подарок вы даже не представляете сколько здесь идти есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать клеток до грёнингена одиннадцать на мечников пилить и он пришел да и он пришел на этом пока все продолжение должно появиться завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока